Продолжаем эфир первого городского телеканала. Вы смотрите программу из первых рук в студии Асель Арастангалиева. В конце прошлого года, 28 декабря, в Туркестане проходила Лига. И вот сегодня мы об этом поговорим. Как она называлась, кто принимал участие и главное, какое место мы заняли. Итак, у нас сегодня в студии Георгий Майсурадзе, боец ММА. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, Асель. Рады приветствовать вас в нашей студии. Кажется, вы на интервью с нами впервые. Очень взаимно. По поводу интервью не впервые на самом деле. Ввиду своего прошлого, так как я занимался в прошлом. И по приезду также меня приглашала, получается, ваша передача, можно сказать. Я уже бывал один раз. Потому что я чаще все-таки вижу ваши выступления в социальных сетях, непосредственно в Инстаграм и на других телеканалах. Но вот впервые с вами записываю интервью. Давайте, наверное, начнем нашу беседу с информационного повода. 28 декабря в Туркестане проходила лига «Алаш Прайд» 79. Немного об этой лиге. Расскажите, пожалуйста. Так, ну, «Алаш Прайд» – это одна из первых казахстанских лиг. Именно профессиональная лига, где бойцы, профессионалы выступают. И, соответственно, 79-й турнир прошел в Туркестане 28 декабря, где я непосредственно принимал участие в боях. Несмотря на то, что это одна из первых профессиональных казахстанских лиг, принимали участие бойцы из разных стран мира. Откуда приехали? Бойцы, в основном со стран СНГ приезжают. Это вот Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан. В этот раз приезжали бойцы из Турции. Вот турок был. Так же россияне приезжают частенько. Вот из Дагестана бойцы многие. Чемпионы также «Алаш Прайда» имеются. Россияне. В принципе, основа, да, это СНГ. И сейчас потихонечку привлекают уже иностранных бойцов. У вас был соперник из Узбекистана. Да. Наверное, расскажите непосредственно о бои, потому что у вас определенно есть весовая категория. Соперник. Насколько был сильный и с чем вернулись в родной город? Чтобы зрители услышали это из ваших уст, не из моих. Ну, по поводу соперника сказать, что я могу. 20-го года парень чемпион Узбекистана по рукопашному бою. Вот. Как и на предыдущий бой, я, соответственно, настраивался очень серьезно. Вот. Очень сильно настраивались мы на бой. Ну, было так, как было. Вы все видели. Ну, если кто видел, кто не видел. Была досрочная победа в первом раунде. Вот. По поводу соперника, ну, что могу сказать. Не успел я ничего почувствовать, в принципе. Так получилось. Легкий был. Ну, так получилось, да. Как бы. В этот раз так повезло. Все прошло гладко, можно сказать. Ну, вы в каком весе деретесь? То есть, есть определенная весовая категория, если я правильно понимаю, да. То есть, к соревнованиям вы подбиваете вес. Я знаю, что вы начинаете сгонять вес и так далее, для того, чтобы прийти в норму. В ту норму, которая требуется, да, в данном случае. А вот в период, когда нет соревнований, это называется отдых, вы называете на своем профессиональном межсезонье, да. Какой вес? Насколько сильно вы набираете? И как быстро все это можно сбросить? Ну, по поводу вот конкретно этого боя, вот 28-го числа, я проводил поединок весовой категории 63 килограмма. Это был промежуточный вес. Вот. А вообще, получается, чемпионские веса это вот 61,3 килограмма. Вот. Ну, так как просьба была подраться в 63, промежуточный вес, соответственно, не отказал. Ну, как бы, и вот подрались в 63. Это вот техническая спецификация, да, вот на нашем языке? Обычно скидывают техническую спецификацию, объясняют, в каком весе вы должны быть, и вы подгоняете себя к этому весу. Нет, смотрите, уже, по идее, веса уже фиксированы. То есть вот есть 56,8, допустим, там вот 61,3 вес, 65,6. Вот это уже мировые, как сказать, фиксированные такие веса. Вот, где проходят, ну, бои там за чемпионские пояса и так далее, просто рейтинговые бои. Вот. Ну, соответственно, боец, каждый боец, он в межсезонье весит, ну, опять-таки, это все индивидуально, все по-разному. Вот. Ну, если говорить о себе, да, то есть, ну, я начинал гонять вес с 70... Так, а, ай, будет смотреть, нет? Семидесяти восьми килограмм. Вот. Это в межсезонье ваш вес, то есть в день отдыха, вот сейчас, и начнете до 70? Нет, это при неделе. С 78 до 63? Да. Это режим определенный, это сон, это отдых, это должно быть питание, и сколько тренировок в день? Один, две тренировки? По поводу тренировок у нас, ну, так как я боец профессионального клуба Иркин Куш, у нас с графиком, ну, вот у нас профессиональный график уже, он расписан, вот, и это получается у нас два раза в день тренировки. Ну, за три недели, да, вы говорите, до самих соревнований 15 килограмм можно сбросить? Скорее, да, 77, я, наверное, за три недели весил 77 килограмм. Это индивидуально, что можно такой достаточно большой вес, 15 килограмм сбросить, или у каждого по-разному? Это у каждого по-разному, но вот, я, видать, такой вот человек, что быстро, да, как сказать, что у меня все так уходит хорошо, но нежелательно, конечно, такой вес наставлять. Примерно, ну, я, насколько знаю, вот, надо максимум до 10 килограмм. Ну, наши зрители, чтобы понимали, то есть, 15 килограмм, это не 15 килограмм жира, это плюс вода, да, определенно, и так далее. Тренер, он сильно ругается, если в межсезонье набираете много? Ну, как бы это... Он визуально оценивает? Да, тренер наш, он сколько лет в этом деле, ему достаточно посмотреть на тебя. Как праздники прошли. Праздники прошли, да, он видит все, как ты поспал, как ты поел, вот, в общем, вопрос, говорит он об этом или нет, и в какой момент говорит, вот это уже другой вопрос, как бы, потому что пока тренер молчит, мы все расслаблены, вот, а когда говорит, уже другая история. А тренер, с вами ездил команда, кто вас поддерживает, во главе с тренером или все-таки просто команда, ребята, ваши коллеги? Ну, изначально планировалось, да, от нашего клуба двое мы должны были выступать, я и еще вот у нас легионер Саламат Исбулаев, это вот тоже чемпион по любителям по ММА, он неоднократный чемпион. Вот, должен был состояться его дебют, и в рамках которого мы должны были поехать, вот, получается, четверо. Ну, так как отменился его бой, мы поехали с Азаматом Аркабаевым, это вот человек-профессионал, профессионал свое дело, который, можно сказать, ну, всю жизнь в этом деле, и человек, с кем я, допустим, выезжаю, и очень спокоен, там, по поводу весогонки, по поводу самого боя, настроя на бой. Получается, в этой лиге «Алаш-Правь-79» вы принимали от нашего региона, вы единственный представитель был? Да. Вот еще один такой момент, вы когда приезжаете, вы не день в день ведь приезжаете соревнования, да, за годи приезжаете, за какое определенное количество дней, и вот та поддержка команды, которая с вами едет, в том числе и в лице Азамата, да, то есть вы продолжаете тренироваться? Ну, зависит все от того, во-первых, в каком городе турнир проходит, все о дороге зависит, да, в этот раз мы на поезде добирались с Азаматом, вот, получается, мы выехали заранее где-то, хотя нет, я вот вру, нам взяли билет так, что мы приехали в ночь, вот, весогонка в 8 утра, мы в 2 часа ночи с Азаматом приехали, то есть вообще времени было очень мало для весогонки, вот, ну, ввиду то, что перед Новым годом билетов, видать, не было. Ага, но если вдруг что-то идет не так, вот, касаемо веса определенного, могут отстранить? То есть есть какие-то моменты? Да, конечно, конечно, Лига вправе, как бы, отменить бой, ввиду несоблюдения правил весогонки, весе, либо же, ну, есть такое, что две стороны договариваются. До вашего выступления в декабре 28-го числа предыдущее выступление было в Уральске уже? Да, это был мой дебют, в Уральске он проходил 11-го числа, ну, там уже мы были, ну, я дрался не в промежуточном весе, в 61-200, где я также сделал вес очень удачно, вот, ну, и провел свой бой, также завершив досрочно. 2022 год, можно сказать, для вас был достаточно удачным? Да, вот такой стартовый, удачный был, в общем, да. 2023, какие планы, какие соревнования, наверняка хотя бы в первом квартале уже известно, что будет, куда поедете или планируете, по крайней мере? Ну, 2023 год, да, это такой рабочий год будет, предстоит, предстоит много работы, которую надо проделать. Ну, и по поводу турниров, да, у нас, ну, я вот именно, лично я планирую подраться где-то в марте, вот на марте. А соперника вы уже знаете, имя, страна? Нет, по поводу соперников тоже такая ситуация, что бывает так, что соперника дали тебе, ты готовишься на одного соперника, вот, и ввиду там травм или еще чего-либо соперник снимается, и могут тебе за неделю еще двоих-троих, то есть, ну, могут поменяться. В этот раз у меня так же и происходило. То есть вы не ориентируетесь на этого соперника, не изучаете его технику, методику, вы строго готовитесь именно к соревнованиям? Нет, вообще, профессионал, он готовится под соперника, то есть, есть определенный соперник, вот, если две стороны согласия дали, то, в принципе, ну, только травма может, как бы, этот бой, чтобы не состоялся сделать так. Вот, но, опять-таки, да, это своего рода неудобство, когда соперник снимается, то есть, психологически, тактически, то есть, во всех аспектах готовишься к определенному человеку, ну, и вот он снимается. Получается, весь план тренировок, процесс ты должен менять. Вот, как-то так. Ну, и еще вот то, что, когда соперник дебютант, то есть, вот, ты не знаешь, к чему готовиться. Вот у меня так и было. Я просто, как бы, тренировался. Это было вот в декабре или все-таки Уральск? В декабре сейчас, да, да. В Уральске то, что было, то есть... Он дебютировал. Он, у него уже был бой у моего соперника, это я был дебютант. Ага, так. То есть, я уже знал, на что я иду, какой соперник. Ну, не знал он. Он не знал, да. Это да. Здесь с этим посложнее, конечно. Ну, с дебютантами, да, это как бы кот в мешке, так сказать. Вот, если говорить о прошлых боях, поговорили, но вы из одного вида спорта пришли в другую. То есть, в прошлом вы трехкратный чемпион Казахстана по Ушу Саньда. Как получилось, что вы из Ушу пришли в ММА? Ну, на самом деле... Как-то вроде никак не состыковываются нигде эти два вида спорта. Ну, вообще, если честно, я после Ушу Саньда еще посещал секции. То есть, до ММА я еще занимался, и я на бокс ходил. На боксе я тоже, в принципе, сколько лет, пять мы занимались. Вот, в сборной области были, с нашими всеми чемпионами я тренировался. Вот, на то время Андрей Еськин был, это вот брат старший мой, он сейчас покойный, как бы. Вот, ну, один из первых профессионалов боксеров, и вот я рад, что, да, мне довелось с ним вообще познакомиться, по тренироваться, я думаю, для меня это такой багаж спортивный остался. Вот, ну и, в принципе, после бокса для себя занимался, ходил уже, в принципе, не выступал. И так получилось, что вот в ММА пришел. Сейчас я здесь. То есть, вот у нас, в нашей профессии, да, даже если мы, будучи филологами, мы можем, профилирующие еще журналистика, у вас как-то совсем разные направления. Ну, в принципе, направления, как сказать, разные. Вот, ММА – это совокупность всех видов. То есть, там он подразумевает и бокс, и… Этот опыт, он всегда… Весь, абсолютно, да. То есть, то, что у меня был опыт, допустим, в других секциях, в других видах спорта, он мне, я думаю, здесь пригодится и помогает даже. В общем, каким бы… Я могу резюмировать лишь нашу беседу. Каким бы спортом дети, подростки, взрослые уже, будучи люди, не занимались, в любом случае, этот опыт понадобится в той или ином виде спорта. Абсолютно. Для того, чтобы завоевать золото для нашего региона, либо для нашей страны. Совершенно верно. Спасибо большое. Напомню, сегодня у нас в студии был Георгий Майсурадзе, боец ММА. Сегодня говорили о его выступлении на Лиге, которая прошла 28 декабря 2022 года, но о планах на 2023 годы поговорили. Если вы не успели посмотреть полностью все интервью, вы сможете найти его на нашем YouTube-канале. А наша программа завершена. До скорых встреч. До свидания. Генеральный партнер программы ТО «КТП». ТО «КТП». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова